Моя мама никогда мне не врала. Независимо от того, как безжалостно и страшны были порой оценки, как мне страшно было выслушивать ее вердикты, она всегда была со мной безжалостно, честна. Я свое первое стихотворение написал, когда мне было 4 года. Я даже нарисовал в альбоме такую линию горизонта, серое небо и маленькую птичку. И пришел на кухню, к ним с папой, его прочитать. Стихотворение было такое, оно называлось «Осень». Сейчас вспомню. «Осень». Короче, когда там была, в последней стучке была такая «Солнца нет уже месяц, лишь очередь был воробей». На кухне поставилось умолчание. «А почему воробей?» – спросила мама. Я говорю, ну так, холодно, у нас в парке все заморок, мерзло. Воробей вдруг не выдержал, взял ничего. И мама сказала, послушай, сынок, это не самое лучшее стихотворение в моей жизни. Но ты, пожалуйста, пиши дальше. Главное продолжай писать. И я продолжал. Потом я подумал, что, может, из-за того, что я захожу на кухню и говорю, вот я стихотворение написал, они сразу его оценивают негативно, потому что это мое. То есть такая психологическая установка. Я тогда делал так. Я подходил к книжной полке, брал Толик Брюсова, или там Заболоцкого, вкладывал туда свое стихотворение, возвращался на кухню и говорил, смотрите, какое отличное стихотворение нашел у поэта Брюсова. И через то, стихотворение поэта Брюсова, потом еще одно, а потом нежное дело он футбендировал свое. Мама тут же говорила, так, стоп, это не Брюсов, это ты. Вовсе не обязательно быть на кого-то похожим. И главное пиши, продолжай писать. Но я так уныло возвращался в свою комнату, а застояние папа говорил, а мне понравилось, пока у меня были стихи. Она так же никогда не кривила, что никогда я показывал музыку. Она приобщила меня к Битлз, Куин, к Владимиру Семеновичу Бисонскому, к Джо Басену, к другопе «Иисус Христос» и «Суперзвезда». Ну а потом, в общем, как-то стала крестной мамой всего русского рок-н-ролла. Когда она звонила мне каждый день по несколько раз, квартеты в цель сидели именно в моем кабинете. И таким образом она вшла в пьесу «День радио». Вот это все, Мишенька, ты поел? И потом, когда мы были на премьере в Екатеринбурге, и когда со сцены Леша Кортнев сказал, а вот в зале сидит Мишина, мама Лея Ефимовна, и она встала, ей, конечно, было очень приятно. Правда, потом она зашла за кулисой и сказала мне, почему ты мне ее не прочитал заранее? Я не такая идиотка, как у вас в спектакле. Когда Земфира исполняла в Екатеринбурге песню «Маме» доказано самое главное, она посвятила ее ей. Правда, выяснилось, что мама к этому моменту ушла, потому что она сказала мне по телефону, что я не могу слушать на такой громкости. Она так переживала в свои 80 лет за то, что происходит с Дианой Арбениной. Восхищалась львовом Игоря Витчакова, восхищалась мужеством Жирчукова. По поводу одного нового артиста она сказала, слушай, он такой талантливый парень, но я ничего не понимаю, что он поет. Это была песня «Все возможное» много лет назад. А потом, когда она услышала очередные вещи прямо на радио, она сказала, ты был прав, это восхитительный, талантливый мальчик. Гром грянул в декабре, у мамы обнаружили опухоль в мозгу. Я это даже не сразу понял, просто, во-первых, смс-ки, которые от нее приходили, стали напоминать просто набор опухолев. В разговорах она начала погружаться в сумрак. В какой-то момент мне позвонила ее подруга и сказала, что мама подает телефон с пультом дистанционного управления телевизора. Я успешно старался найти врачей, и мне помогали опять же мои друзья. Чайфы, смысловые галлюцинации, с эфира, слала маме огромные пакеты цветов, а Арбенина продолжала с ней переписываться до тех пор, пока ее смс-ки не потеряли какого-то непосмоса. Последние месяцы я сидел все время дома в своей квартире около парка Энгельс в Екатеринбурге, и пытался с ней заговорить. Она даже как-то постаралась встать и разогреть мне какой-то завтрак, но забывала нажать на кнопку включения на микро. В какой-то момент, после нескольких суток мне стало невыносимо, я подпросился у медсестры, которая задействовала, чтобы куда-то пойти, и вышел в город, и понял, что единственный человек, которого я могу набрать, это Саша Гагарин. Я поехал к нему в гости, и он старался меня занять чем-то, чтобы я как-то очень высоко в состоянии. Мы пошли в супермаркет, не смогли, накупили какого-то бухла, поднялись, решили, мы сейчас будем играть в бумажки, поздавим друзей. У него квартира высоко, где-то там на 115-м этаже, такая маленькая квартира, приютная. Вот, и я начал развязать эти бумажки, писать на них какими-то карандашами, собирать это все, и в какой-то момент пошел погурить на балкон, посмотрел на ночной город, весь в огнях. Понял вдруг, что вот одно огнет, один огонь там, на горизонте, скоро погаснет, и его больше не будет. И тут меня и нахрил. В общем, я разглядался прямо оба горячей на балконе, он сидел рядом со мной, в обнимку, успокаивая. Мама не встала через 10 дней. Я до сих пор каждый день пытаюсь ей позвонить, но боюсь нажать номер, потому что боюсь вот этого абоненту в зоне 10-10. Стараюсь с ней поговорить каждый день, но пока не получается. ПЕСНЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»